Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири. Помяни Господи Царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 94-й Псалом, «Хвалебная песнь Давида» в православной толковой Библии сказано «В Псалме изображается необыкновенное народное ликование религиозного характера, выражающееся в пении хвалебных и благодарственных гимнов Богу. Сущность и причина торжества заключаются в откровении божественной воли всему народу. Смотрите, конец, стих 7-8. Такой подъем в народе религиозного энтузиазма можем найти только во время Иосии, когда он восстановил истинное Богопочтение и когда найденный пересвященником Хелкии автограф закона Моисеева был прочитан всенародно. Со временем Давида, как думают некоторые, содержание Псалма не имеет связи. Тогда не было всенародного откровения воли Божией и такого общего чисто религиозного ликования по этому поводу. Кто был писателем Псалма, точно неизвестно, но может быть сам Иосия, благочестивый царь. В еврейской традиции Псалом не имеет надписания, и православная толковая Библия объясняет, почему. Но в Септуагенте надписание есть хвалебная песнь Давида, не надписанного у евреев, также по-церковно-славянски. Возможно, что некоторые темы из Псалмов Давида используются в этом Псалме, а составил его, может быть, действительно благочестивый царь Осия. И мы читаем Псалом, он у нас небольшой, всего 11 стихов. «Придите, радостно воспоем Господу, воскликнем Богу, Спасителю нашему, предстанем пред лицом Его со словословием и в Псалмах воскликнем Ему». В одни Давида был такой случай, когда народ предстал пред лицом Божьим, когда вносился ковчег Завета в Иерусалим, и когда Давид радостно скакал перед ковчегом Божьим. Далее раскрывается как бы причина этой радости, «Ибо Бог, велик Господь и Царь, велик по всей земле». То есть Бог наш, есть не только Бог на небе, но и на земле, не только на нашей земле, но и по всей земле, как Господь и как Царь. «В руки Его все концы земли, и вершины гор Его тоже». Концы земли или пределы земли – это человеческие сердца на самом деле. Поэтому, когда мы читаем, что надо проповедовать Евангелие до пределов земли, а земля-то круглая, пределы имеются в виду дойти до каждого сердца. А горы, вершины – это правители, вожди. В руке Его все концы земли, и вершины гор Его же, сказано, сердце Царя в руке Божьей. «Ибо Его море, и Он сотворил Его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся, и припадем Ему, и восплачем пред Господом, сотворившим нас». Ну, немножко непонятно, ликование радость и призыв «восплачем». Может быть, имеется в виду слезы радости. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паства Его, и овцы руки Его. Ныне, если голос Его услышите». Вот здесь пророческая тема. «Ныне, если голос Его услышите, не ожесточайте сердец ваших, как было тогда, когда прогневляли в день искушения в пустыне». Они прогневляли Бога, не слушаясь Моисея. «А ныне, если услышите Его голос, имеется в виду первое пришествие Христа, не ожесточайте сердец ваших». Иудеи именно ожесточили сердца свои, и мы читаем в Евангелиях, что они не могли прям слушать слов Христа, иногда в ярости раздирали свои одежды. «Слыши, евангельское благоествование». Так описано, когда архидиакон Стефан проповедовал Евангелие. «Не ожесточайте сердец ваших, как было тогда, когда прогневляли в день искушения в пустыне, где говорит Господь, искушали меня, отцы ваши, искушали меня и видели дела мои». То есть они искушали того, дела которого они и видели, а дела были очень славные в пустыне. Это ман, который падал с неба, небесный хлеб. Это огненный столб, который ночью стоял над станом, или облако, которое днем, осеняющее светлое облако, вело их. То есть многие чудеса и знамения. Они это видели и искушали, как иудеи видели чудеса, которые творил Христос, и в то же время не становились его учениками. «Сорок лет я негодовал народ тот и сказал, всегда блуждают сердцем, а сами не познали путей моих». То есть сорок лет Моисей водил их по пустыне, пока они не легли костями. Наказание было сорок лет, имеется в виду год за день, потому что когда они подошли к земле обитованной, Моисей послал отряд, который сорок дней изучал землю, а когда этот отряд вернулся, они сказали евреям, какая красивая земля, что там очень-таки крепости сильные, и люди высокорослые, они испугались. Им наказание было за каждый день, целый год. Сорок лет их водили, пока не вымерли в пустыне те, которые родились с рабским чувством в сердце и не могли полноценно прославлять Бога. Часто нас спрашивают священников русских, когда же будет возрождение России. Наверное, оно произойдет тогда, когда вымерет поколение, я себя тоже отношу к этому поколению, которые жили в эти времена воинствующего безбожия, и мы совмещали прославление Бога и чувство страха было в нашей душе. А когда придет новое поколение русских людей, которые свободно, открыто прославляют Бога, не стыдятся своей веры, то это будет залогом возрождения. Даже Моисей, боговец, не вошел в землю обетованную, потому что что-то из прошлой жизни в Египте в Египте тяготело над ним. «Сорок лет я негодовал народ тот и сказал, всегда блуждают сердцем, а сами не познали путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И они действительно вошли в покой Божий, в покой Божий вошло новое поколение. Только немногие, которые не соблазнились, такие как Иисус Навин, и новое поколение, воспитанное в свободном чувстве прославления Бога, которые не вспоминали об Египте, не испытывали никакой ностальгии по Египту, как сейчас многие россияне, даже из числа православных, увы, испытывают ностальгию по временам гос-атеизма вавилонского 70-летнего безбожного правления. Войдут свободные новые поколения, которые из детска свободным сердцем будут исповедовать и успевать Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...